80 стран и 6 континентов участвовали в этом году в акции «Тотальный диктант». Чуваша описала под диктовку в седьмой раз. Обычно части сложно сочиненного предложения разделяются запятой. Например, вошел тотальный диктатор, запятая, и все задрожали от страха. Точка. Чтобы никто не дрожал от страха перед началом, хоть и добровольного, но весьма волнительного мероприятия, правила русского языка участникам «Тотального диктанта» уже по традиции напоминают в специальном выпуске проекта «Хобости». Одна из самых крупных площадок акции в республике – новый корпус Чувашского госуниверситета имени Ульянова. Здесь диктант писали более 600 человек. Я из Туркмения приехала, учусь русский язык два года уже. Я сама хотела писать «Тотальный диктант», и преподаватель нам сказала прийти. И будем писать на «Отлично». В этом году автором текста для диктанта стал писатель и журналист Павел Басинский. Текст диктанта состоит из четырех частей для разных часовых поясов. Мы пишем третью часть. Она будет посвящена пьесе Максима Горького «На дне». Написать диктант можно было, не выходя из дома и в любое время онлайн. Однако участники признаются – в аудитории другая атмосфера. Это круто – писать вместе с сотнями тысяч людей. От Сахалина до Клининграда. Раньше я «Тотальный диктант» не писала, но это для меня было что-то новое. Какие-то правила, которые я думала, что они мне вообще в жизни не пригодятся. Оказывается, все это очень важно. Теперь буду учить русский язык еще больше. Организаторы обещают проверить работы к 27 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова